Крепкий орешек. Спецназу Кыргызстана потребовалось два дня, чтобы задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Штурм госучреждения. Недовольные горожане выломили двери спецсона в Усть-Каменогорске. Земельный спор. Зоны отдыха на Балхаше угрожают сравнять с землей. Нефтяная зависимость. Бюджет страны урежут, если цена на черное золото опустится до 30 долларов за баррель. Проверка на вшивость. Казахстанцы смогут оценивать качество дорог с помощью телефонных вибраций. На телеканале Atomic & Business главные новости в студии Мария Млукпанова. Здравствуйте. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. Бывший глава государства сдался добровольно. Мотив – нежелание усугублять ситуацию. Напомню, силовики два дня осаждали дом Атамбаева. Сегодня им удалось прорваться на территорию. В результате ожесточенного противостояния один человек погиб, десятки пострадали. По словам экспертов, ситуация могла обернуться очередной гражданской войной. В причинах случившегося разбиралась моя коллега Айнур Имангали. Это событие уже вчерашнего дня. Операция спецподразделения ГКНБ Кыргызстана штурмует дом в местности Койташ, где проживает экс-президент страны Алмазбек Атамбаев. Его соратники жестко обороняются. Самого Атамбаева в спешке уводят внутрь дома. Позже появятся данные о жертвах и пострадавших. С различными ранениями в больнице были доставлены свыше 50 человек. Есть погибшие. Им стал заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Позже глава ведомства Оросбек Опумбаев заявит, что Атамбаев расстреливал из снайперской винтовки молодых и почти безоружных парней. А вот Атамбаев в своем обращении обвинил нынешнего главу республики Суоронбая Жейнбекова в гибели человека. То же самое высказали и его соратники по партии. Прекратите беспредел на территории Койташ. Идут ранения. Ранения как со стороны народа, так уже ранено несколько спецназ ребят. Они выполняют ваш преступный приказ. Суоронбай Шрипович, забирайте отсюда ребят. Это будет кровь уже на вашей совести. Эксперты отмечают, что для нынешнего президента Суоронбая Жейнбекова сложившаяся ситуация крайне невыгодна. И даже дискредитирует его легитимность в качестве главы государства. То, что первый штурм дома Атамбаева провалился, также свидетельствует о недееспособности силовых структур, отмечают эксперты. К сожалению, мы увидим, что силовые органы Кыргызстана показали свою некоторую недееспособность. Но это типичная ситуация для Кыргызстана, где, к сожалению, ряд революций привели к тому, что государственные институты, многие, в том числе силовые структуры, которые, по сути, являются основным хребтом государственности, они практически находятся в параличии. Позиции Атамбаева уже усилились, уже в его поддержку высказались некоторые, видно, оппозиционные деятели, Мурбек Лобанов, Семерсариев, которые, в принципе, во время президента Атамбаева подвергались его стороны политическим гонениям. А вот кыргызские политологи говорят о дежавю событиями 2010 года. Тогда ситуация разворачивалась по схожему сценарию. Напомним, что Кыргызстан за годы независимости пережил две гражданские войны – в 2005 и 2010 годах. В обоих случаях – закончившихся отставкой президентов Аскара Акаева в первом случае и Курманбека Бакиева во втором. Атамбаев стал первым политиком, который ушел с поста мирным способом, насчитая президента переходного периода Розу Отумбаеву. Ну, понятно, это классическая схема, которая была в 2010 году. И сейчас у спецназовцев отобрали оружие. И в тот раз, в 2010 году, то же самое, тот же сценарий был. Сейчас складывается ситуация двоевластия. Двоевластия и Атамбаев сделал ставку на региональное противостояние север-юг. К слову, попытка задержания Атамбаева – следствие его неявки на допросы по громкому делу Азиза Батукаева, по которому проходят высокопоставленные чиновники Кыргызстана. Плюс ко всему, Атамбаева подозревают в коррупции и хищениях во время реконструкции Бишкекской ТЭЦ. По данным СМИ, на ее строительство были привлечены китайские инвестиции в размере около 386 миллионов долларов США, из которых расхищено свыше 111 миллионов. Однако сам Атамбаев, конечно же, вменяемые ему обвинения не признает и ссылается на политический характер преследования. А вот нынешний глава государства, выступая сегодня на экстренном заседании парламента, подчеркнул, что в отношении Атамбаева заведут новые уголовные дела. «Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении. Это не противостояние двух людей, это противостояние законности и своеволия, превышение личных интересов над государственными интересами». По мнению политолога Дусама Садпаева, в попытке нейтрализовать оппонентов любыми методами, Сауренбай Жейнбеков выкапывает себе политическую яму. Однако его стремление понятно. В следующем году в Кыргызстане пройдут парламентские выборы, в которых Атамбаев изъявил желание участвовать от партии СДПК, которая занимает большинство по количеству кресел в парламенте. «С другой стороны, вот такими действиями Жейнбеков сам себе копает тоже определенную политическую могилу, потому что превращая статус экс-президента в мальчика для битья, не стоит забывать, что когда-нибудь Жейнбеков тоже станет экс-президентом. И все те, кто придут после него, могут по такой же схеме поступить по отношению к нему. Когда уйдет Атамбаев, образуется вакуум. Эта фигура очень большая, политический тяжеловес. И этот вакуум заполнят другие». К слову, пользователи социальных сетей из Кыргызстана публикуют посты с хэштегом «Мы против третьей революции». За скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане высказались также президенты Казахстана и России. Ситуация на казахстанско-киргызской границе также остается стабильной. Айнура Мангали, Маржан Султумбаева, Тимур Ермашев. Специально для главных новостей. Между тем, тревожная ситуация в Кыргызстане не повлияет на поток туристов из Казахстана на Иссыкуль. Наши граждане продолжают планировать свой отдых в соседней стране. А их безопасности ничего не угрожает. Таким мнением поделились представители туристической отрасли Казахстана. Кыргызское направление является самым приемлемым для наших соотечественников, учитывая нестабильный курс национальной валюты, считают турагенты. По их словам, каждое лето в соседнюю страну выезжает около миллиона казахстанцев. Иссыкуль является одним из самых популярных направлений для казахстанских туристов. Почему люди выбирают Иссыкуль? В первую очередь, это доступные цены. Доступные цены и очень развитая инфраструктура по сравнению, например, с отелями Казахстана. В зонах отдыха абсолютно все спокойно, по нашим данным. Просто если есть люди, которые переживают, они, конечно, могут отменить, но в нашей практике такого еще не было, все стабильно. Между тем, небольшой штурм случился сегодня и в Усть-Каменогорске. Здесь автовладельцы выломали дверь спецсона. До этого люди уже высказывали недовольство по поводу работы госучреждения. Горожан не устраивает маленькое здание и сбой в работе информационной системы. По словам руководителя управления госуслуги Ирхата Жалелова, исправить ситуацию можно, построив новое здание. По его словам, в Усть-Каменогорске спецсона до этого не было. Сейчас услуги оказываются в приспособленном здании. На ближайшей сессии Ирхата будет вынесен вопрос о выделении средств на строительство спецсона. Пожар из России перекинулся на территорию Кустанайской области Казахстана. В частности, загорелись сухая трава, береза и осина в Карабеллыкском районе, в 10 километрах от поселка Талды. Зафиксирован пятый класс пожарной опасности на площади 250 гектаров. Пожар перешел с трансграничной территории Челябинской области России, сообщили в ДЧС Кустанайской области. Отмечается, что жертв, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Напомним, в июле в Сибири начался крупнейший лесной пожар, который пытаются тушить с помощью военной авиации. Счетная палата России почитала сумму ущерба, нанесенного лесными пожарами. Так, за первые полгода в стране возникли около 8 тысяч возгораний, которые нанесли ущерб почти в 2,5 миллиарда рублей. Тем временем, гостиницу, сливавшую в волоколь грязную воду, оштрафовали почти на 76 тысяч тенге. Об этом на своей странице в Facebook написал официальный представитель Минэкологии Самал Ибраева. Также стало известно, что Департаментом экологии по Алматинской области инициирован иск о приостановлении деятельности бизнес-объекта. Экологами была проведена внеплановая проверка в отношении ТО «Алма Трейд Групп». Выяснилось, грязную воду сливали по незаконно монтированным трубам из двух бассейнов. Установлены нарушения экологического законодательства. Сейчас определяется сумма нанесенного ущерба. Между тем, в министерстве отмечают, что качество водных ресурсов находится в стабильном состоянии, угрозы окружающей среде нет. По результатам внеплановой проверки наложено два штрафа за отсутствие разрешения на эмиссию в окружении и отсутствие заключения государственной экологической экспертизы. В настоящее время готовятся материалы на приостановку деятельности данного бассейна. А вот десятки владельцев частных зон отдыха на озере Балхаш потеряли покой из-за земельных споров. Многие из них имеют свои наделы на побережье по 20 лет. Несмотря на это, на эти территории стал претендовать один из фермеров. Аграрий требует, чтобы туристические базы освободили земельные участки в прибрежной зоне. В запутанной истории разбиралась наша съемочная группа. Заложниками земельных споров стали десятки владельцев зон отдыха в Алматинской области. Бизнесмены говорят, что их территории стали регулярно посещать неизвестные им люди с требованием немедленно освободить земельные участки. В противном случае пугают снести постройки тяжелой техникой. «Приехал мужчина на джипе. Как вышел из машины, сразу начал кричать, что это его земля, что привезет трактор и все начнет сносить. Вот прямо так и сказал. Я ему говорю, не имеешь права. Я купил бывший пионерлагерь через госком имущество и аукцион. Все законно, все документы у меня есть. Кадастровый номер есть. Я купил эту землю в частную собственность». Клара Рахмадеева, вдова известного композитора Ирки Галли Рахмадеева, оказалась в такой же ситуации. В начале 90-х годов правительство республики выдало ее супругу маленький участок земли на берегу озера Балхаш. Именно там он написал оперу «Аблайхан». После смерти супруга Клара Апай построила здесь три домика и занялась туристическим бизнесом. «Проблема началась с 2019 года. Вдруг он объявился и стал говорить, что заберет эту землю, что земля его законная. Он сказал, что эту землю он получил в 1997 году. Оказывается, он получил эту землю или получил, или не получил документ на 1995 год. И вот я думаю, почему какой-то Булат, я не знаю, как его, Дарбек, что ли, фамилия, вдруг забирает нашу землю. А неужели кулачок родной земли не может принадлежать Рахмадзиву, который столько сделал для своего народа». В Акимате Сарканского района в курсе земельных баталий на озере Балхаш. Говорят, что не имеют права вмешиваться в хозяйственные споры частных субъектов бизнеса. В то же время чиновники не смогли объяснить, каким же образом одни и те же земельные участки оказались в собственности сразу нескольких владельцев. «Мы установили, что спорные земли также принадлежат ТОО «Есмурат». Поэтому данные земельные споры подлежат решению в судебном порядке. Мы со своей стороны также прикладываем законные усилия для того, чтобы эти земли взять в Государственный земельный фонд». Озеро Балхаш – одно из излюбленных мест отдыха туристов. Земельные участки на его побережье всегда пользовались высоким спросом. Теперь же, чтобы растаять точки над «и», все стороны конфликта подали иск в суд. В Фемиде же предстоит выяснить, кто так небрежно раздал лакомовые куски на прибрежной территории. Нурсулу Аубайкирова, Али Ахмедиева, Айдар Хаджимуратов, телеканал «Атамикен Бизнес». В Шемкенте оштрафовали застройщика за незаконное привлечение средств дольщиков на строительство жилого комплекса. Судом наложен административный штраф на сумму более чем 700 тысяч тенге. По информации прокуратуры Каратавского района, застройщик путем заключения предварительного договора купли-продажи квартир использовал средства дольщиков, тогда как разрешения Акимата не было. Напомним, согласно нормам законодательства, застройщики имеют право на привлечение денег граждан только в двух случаях. При наличии заключенного договора с фондом гарантирования жилищного строительства о предоставлении гарантии, либо при наличии разрешения местного исполнительного органа. Выявлен факт незаконного привлечения денег граждан застройщикам ТОФЭП-групп путем заключения предварительного договора купли-продажи квартир в незавершенном жилом доме без разрешения местного исполнительного органа и при отсутствии договора о предоставлении гарантии. В этой связи по требованию прокуратуры Каратавского района управлением государственного архитектурно-строительного контроля в отношении застройщика составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 320 Кодекса Республики Астан об административных правонарушениях и постановлению специализированного административного суда города на ТОФЭП-групп наложен административный штраф в размере 721 500 тенге. Бюджет Казахстана могут урезать, если цена на нефть опустится до 30 долларов за баррель. Об этом сегодня в клуарах Дома правительства рассказал вице-министр финансов Берик Шелпанкулов. По его словам, среднегодовая стоимость доллара заложена в 370 тенге. Однако сценарий может поменяться, так как решения о параметрах формирования госказны на будущий год примут на следующей неделе. Отмечу цена на нефть стремительно снижается уже несколько дней. К примеру, сегодня черное золото марки Brent продается за 57 долларов 34 цента, а WTI торгуется за 52 доллара 39 центов. При каждом сценарии выстраиваются разные виды. И 45 долларов, и 25 долларов, я не знаю. На сегодняшний день такие сценарии мы не рассматривали. Если прогнозы, ну если такое в действительности случится, конечно же, наши действия будут. Это будет секвестирование бюджета однозначно. Мы пойдем на секвестирование в связи с тем, что резкое снижение стоимости нефти повлияет, прежде всего, на поступление в национальный фонд и косвида, конечно же, на поступление в бюджет. 800 миллиардов тенге планируют вывести из теневой экономики в Казахстане. Для этого в Минфине предлагают ряд мер по увеличению доли безналичных операций. В частности, будет ужесточен контроль за электронной торговлей. О том, какие кейсы внедряют в стране для борьбы с теневиками, расскажет моя коллега Улбан Бегалина. Теперь торговать из-под полы будет сложно. Для снижения теневого оборота, который сегодня составляет 30% экономики, в стране внедряют целые информационные системы. Основные секторы, что находятся в тени – торговля и строительство. Один из кейсов, который поможет налоговикам в этой нелегкой борьбе – онлайн-контрольно-кассовые машины. Полный переход на них планируется уже со следующего года. При этом бизнесмены могут не переживать о затратах на новые аппараты. Достаточно прошить старые системы. К слову, на сегодня в стране действует больше 300 тысяч онлайн-ККМ. Мы уже будем получать всю информацию в онлайн-режиме. Сопоставлять с его декларацией, оборотами и его проплатами. То есть будет уже камеральный контроль удаленный, а не так, как раньше в комитете госдоходов. Сотрудники сидели возле магазина и снимали замер. Сколько пришло, сколько купил ли товар, ушло. А теперь таких не будет процессов проверок. А вот проверки в онлайн-торговле не обрадуют предпринимателей сети Инстаграм. Сейчас приложение намного упрощает процесс покупки одежды, обуви, цветов или же еды. Интересно, что сегодня данной сетью пользуется порядка двух миллиардов человек по всему миру. Понятно, что отследить все аккаунты, которые ведут бизнес, невозможно. В нашей же стране предлагают внедрить виртуальный склад, где каждый предприниматель должен поставить свой товар на учет. При этом инструмент в Минфине решили запускать поэтапно. Сегодня запустили 226 позиций. И будет поэтапно запускаться все больше и больше. В ближайшее время 335 позиций будет дополнительно. Чтобы бизнес был готов к каждой свою товарную позицию, которая, скажем так, с 1 октября запускается один вид товара. Все, бизнес понимает, что он 1 июля свою систему должен подстроить и все свои сопроводительные, накладные и все производство вести через виртуальный, производство или импорт вести через виртуальный склад. Между тем, под тотальный контроль планируют взять торговлю на рынках и собственников, кто сдает квартиры в аренду без уплаты налогов. Правда, насколько это возможно в будущем, непонятно. В Комитете госдоходов лишь рассказали, что проводят для этого всю необходимую работу. Но отмечу, что всего по плану на текущий год ожидается свыше 4 триллионов тенге налоговых сборов. Если сравнивать с прошлым, то прирост составляет 15%. Более полутора миллиона казахстанцев теперь не смогут получать кредиты, поскольку их доход ниже прожиточного минимума. Об этом сегодня рассказали представители Нацбанка. Вместо займов эта категория граждан сможет рассчитывать только на адресную социальную помощь. Кроме того, надеяться на получение потребительских займов не смогут и те, чьи долговые обязательства превышают 50% от дохода. За должность малобеспечных семей до 300 тысяч тенге оплатят до конца августа. Для этих целей из бюджета выделили 100 миллиардов тенге. Получатели социальных выплат, определены получатели социальных выплат, которые имеют общую задолженность не более 3 миллионов тенге, и по ним будет погашена задолженность до 300 тысяч тенге. Вместе с тем, 2 миллионам казахстанцев списали штрафы и пени по беззалоговым потребительским кредитам на сумму 30 миллиардов тенге. 30% погасил финрегулятор, остальные расходы взяли на себя банки второго уровня. Решением коллеги Евразийской экономической комиссии увеличена сумма наличных денег, разрешенных к провозу через границу ЕАЭС без декларирования. Теперь гражданам стран Союза нужно будет представить документы для подтверждения происхождения денег при превышении общей суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США. Сейчас без декларации можно вывозить до 10 тысяч долларов. Учитывая то, что у нас имеется более лояльное, свободное передвижение товаров, работы и услуг внутри стран и экономически Евразийского Союза, я предполагаю, что тот лимит, который действовал до 10 тысяч долларов, она наоборот сдерживала. То есть не отвечала принципу свободного передвижения капитала между стран. И именно в интеграционных процессах экономических именно вот этот лимит, наоборот, способствовал определенному отрицательному воздействию. А то, что увеличили, наоборот, это облегчит, например, всех граждан, жителей, именно при прохождении таможенных процедур, облегчит также работу в фискальных органах. Между тем, нулевые пошлины на отдельные виды какао-продуктов продлили еще на три года в ЕАЭС. Речь идет о необезжиренной какао-пасте, какао-масле и какао-жире. Как пояснили в Евразийской комиссии, эти продукты являются промежуточными товарами переработки какао-бобов и используются для изготовления шоколада и других изделий. С учетом спроса имеющихся в государствах членов мощности предприятий по переработке какао-бобов, на внутреннем рынке Союза не хватает порядка 73 тысяч тонн перечисленных продуктов в год. Нулевая ставка поможет восполнить этот дефицит, говорится в сообщении. Напомним, предыдущее решение о продлении нулевых пошлин на какао на территории ЕАЭС было принято 19 августа 2017 года. Тогда действие нулевых ставок было продлено до 31 декабря 2019 года. Причины многочасовых пробок на границах Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном назвали в Комитете госдоходов. Заторы на казахстанско-узбекской границе происходят из-за ремонта контрольно-пропускного пункта. Что касается пробок на границе Казахстана и Кыргызстана, виной тому назвали плохую инфраструктуру. Однако информации о том, когда решится многолетняя проблема на таможне, в ведомстве не владеют. Что касается очередей именно по автомобилям, в первую очередь это связано с инфраструктурой, как я уже говорил. Она не позволяет, эти пункты пропуска были построены более 20 лет назад, 25 лет назад. Пропускная способность... В Кыргызии и Узбекистан, они как бы по ВВП беднее нас. Мы когда эту инфраструктуру сделаем? Ну вот в Кыргызии же тоже вчера только все стояло. На Кустанае, в Уральске, в западном Казахстане. Вот вы мониторите хотя бы соцсети? Между тем в агентстве по борьбе с коррупцией заявили, товары годами хранятся на таможенных складах, поскольку сотрудники не своевременно исполняют действия по реализации или уничтожению товаров. В КГД пообещали принять необходимые меры. Тем временем, казахстанские дороги будут оценивать с помощью телефонных вибраций. Уже в сентябре этого года разработают приложение для смартфонов, которое позволит гражданам самостоятельно давать оценку качеству дорог. Об этом сообщили в агентстве по противодействию коррупции. В ведомстве говорят, что данные с телефонов будут напрямую поступать на сайт publicbudget.kz и позволять в будущем госорганам использовать эту информацию при планировании расходной части бюджета на ремонт автодорог. Каждый телефон может быть потенциальным датчиком оценки качества дорог. То есть вы ездите в машине, загружаете программу, сейчас мы эту программу разрабатываем, загружаете программу, ездите по дорогам. Если телефон, условно говоря, вибрирует, то есть ставите его на панель, насколько он вибрирует, мы сможем потенциально, не то что потенциально, мы можем оценить качество дорог. Что это дает? Ну, во-первых, знаете, у нас до сих пор четкой оценки дорог по Казахстану нет уровень оценки дорог. Это даст возможность оценить на сегодняшний день реальную статус-коп, потому что этого ничего никто не знает. А вот фонд медстрахования составил рейтинг больниц Казахстана. Всего в чарт попали 1404 лечебных организаций, обслуживающих граждан в рамках госзаказа. Проведенный анализ выявил более 200 тысяч нарушений оказания медпомощи. По результатам мониторинга 58 больниц попали в красную зону. Самые низкие показатели оказались в Костанайской городской больнице, Центральной больнице Балхаша, Центральной дорожной больнице Нурсултана и Текилийской городской больнице, сообщил заместитель главы фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов. За выявленные нарушения фондом производится снятие с финансированием в список подрядчиков, которые работают результативно и качественно вошли 98 медорганизаций. Причем 70% из них это частные клиники. Порядка 40% учебников доставлены в регионы. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Айтмагамбетов. По его словам, главной проблемой в части качества школьных учебников является недостаточное количество времени для их написания. Кроме того, ведомство будет внедрять слепое лицензирование. Эксперты во время проверки учебников не будут знать, кто является автором учебника, и таким образом будут освобождены от давления со стороны составителя. Сейчас главной задачей является быстрое завершение плана по доставке книг в регионы страны. Также министр высказался о найденных ошибках в школьных книгах. Мы должны согласиться с тем, что во многом эти претензии абсолютно оправданы. Действительно, проблемы есть, действительно, ошибки есть. Кто-то это называет опечатками, кто-то называет техническими, но самое главное, общество это не интересует. Мы готовим учебники, и мы должны обеспечить достаточное качество, высокое качество и эффективность своей работы. Около 5000 семей по стране получили адресную социальную помощь. Об этом сообщило руководство отдела АСП по городу Нур-Султан. Комплексная государственная программа по выплате денежных средств малоимущим семьям стартовалась с января прошлого года. А с апреля текущего года в нее были внесены некоторые дополнительные критерии. Подробнее в нашем материале. Адресную социальную помощь получают две категории граждан. Это нетрудоспособное население и малоимущие семьи, где доход на одного члена семьи не превышает 70% от минимального прожиточного показателя. В этом случае дети получают фиксированную сумму в 23,5 тысячи тенге. А для родителей высчитывается определенный коэффициент. Взрослые, мама и папа, получают всего лишь разницу между среднедушевым доходом и критерием назначения адресной социальной помощи. Это может быть и 3 тысячи, это может быть и 5 тысяч. Основное требование получения АСП – это постоянная или временная прописка по месту жительства. Подавать заявки на получение адресной помощи можно неограниченное количество раз после истечения первичного срока. Динара Конжигалинова, Марат Бейсов. Главные новости, телеканал «Атамикен Бизнес». Предприниматели смогут защитить свои права с помощью нового приложения «ЕЗАНАМА». Об этом сегодня заявили в Министерстве юстиции. По информации ведомства, программу уже презентовали госорганам и нацпалате предпринимателей «Атамикен». Сейчас на электронном портале размещены проекты законов с дополнениями и изменениями. Воспользоваться им сейчас могут только госслужащие. Отметим, что ежегодно из бюджета на сервисную программу будет выделяться 35 миллионов сингем. За три года – 105 миллионов. Проект полностью будет внедрён в 2021 году. Если к этому времени новшество успеет зарекомендовать себя, планируется разработать его мобильную версию. Ряд определенных этапов нормотворческого процесса у нас сейчас до сих пор осуществляется вручную. Часть на основании информационных систем, на которых работают государственные органы. Сейчас, чтобы обеспечить и видеть полноценный жизненный цикл законопроекта, мы данную систему внедряем. Разработка его у нас началась ещё с 2017 года. В прошлом году были проведены работы по тестированию, по запуску. И с начала этого года начали сотрудники Министерства юстиции процесс по апробации её. И вот, получается, по результатам полугодовой работы, сейчас мы приступили к подключению остальных госорганов также к этой системе. К событиям в мире. Бывшие руководители ФРС США высказались о том, что американский финрегулятор должен оставаться независимым и свободным от политического давления. В противном случае, по их мнению, это может привести к ухудшению экономических показателей, включая повышение инфляции. Напомню, президент Дональд Трамп неоднократно критиковал нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла. На прошлой неделе глава Белого дома обвинил его в агрессивном цикле снижения ставок. Власти России начали антимонопольное расследование в отношении Apple. Рассмотрение дела назначено на 13 сентября. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по заявлению лаборатории Касперского. Российский разработчик антивирусных программ пожаловался на компанию за необоснованное отклонение программы родительского контроля Касперский Safe Kids. При этом Apple использовала собственное приложение, которое совпадает с программой Касперского. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на Атомике Инбизнес. До новых встреч в эфире.